Действующие программы подготовки водителей были утверждены еще в 2013 году. Правительство считает, что они давно нуждаются в актуализации, и, похоже, в скором времени их наконец обновят. По крайней мере, экспертный центр движения без опасности, выигравший конкурс Минпросвещения, подготовил и даже презентовал свой проект автошколам. Нововведений очень много, начиная от модульной системы, от изменения требований к мастерам производственного обучения и преподавателю, введены новые требования к материально-техническому оснащению и так далее. То есть это не итерация программы, это вновь созданная программа на базе стандартов образования. И именно это станет ключевой особенностью. Самое главное то, что количество часов обучения может вырасти со 190 до 204, причем часть программы курсанты будут осваивать самостоятельно. Практики отведут 46 часов. Из них 14 на площадку и 32 часа на город. Появятся новые упражнения, благодаря которым будущие водители научатся чувствовать габариты и ориентироваться по зеркалам. Я очень надеюсь, что со стороны Министерства просвещения в следующем периоде будет проведена работа по созданию неких мультимедийных комплексов, способствующих реализации этих обновленных программ, и, соответственно, по интеграции и пилотированию, возможно, их в ряде субъектов, в ряде автошкол. Однако говорить о том, когда новые программы подготовки вступят в силу, рано. Ведь проекту предстоит пройти множество проверок и согласований. Перед тем, как любые программы будут утверждены, должна пройти большая работа, связанная с согласованием документов со всеми профильными министерствами и ведомствами. Это Министерство внутренних дел, Минэкономразвития, соответственно, Минюст. Пройти, естественно, общественное обсуждение дополнительно на порталах регуляйшнс. Ну и в целом, со стороны непосредственно Министерства, которое курирует этот вопрос, тоже должно внутренне пройти понимание того, когда и в каком виде они готовы будут это интегрировать в новый приказ. Не стоит забывать и о том, что программа Центра движения безопасности конкурирует с другой, разработанной самим Министерством просвещения. Как будет решаться этот вопрос, какой проект в итоге одобрят, непонятно. А ответы найдутся, вероятно, уже в следующем году.